всем привет друзья это опять я сегодня красивый солнечный день позвонил суровый говорит нужна помощь сломалась машина говорит потяни пожалуйста ко мне на станцию ну говорю включай камеры сейчас будем тянуть вспоминаю историю далекого 96 года ну сейчас вы увидите машину и тогда я вам ее расскажу там очень интересно и к сожалению в те далекие годы не было камер как сейчас у всех в кармане и многие даже не поверят в эту историю но это правда я не сочиняю не люблю вообще сочинять есть много людей которые любят сочинить буквально осталось тут 500 метров до машинки тянуть кому-то спасать это наша тема суровый позвонил правильно аня сказал где-то вот он вот здесь стоит сбросил мне телефон но я думаю сейчас я так его увижу ну или позвоним никак не зазеленеет все все прохладно так где-то здесь должна быть эта машина так машину вроде нашел тормоза главное есть точно они на не вклипаете меня меня в зад не вклипаете ну хорошо потому что веревка тоже есть я всегда подготовлен так веревка есть а крюк крюк я забыл цеплял гран чироки и в нем оставил сейчас я быстро съезжу он тут рядом слава богу все рядом гран чироки тут так все друзья все мы на месте сейчас спасем человека да не чё там кто-то смеяться будет будет удивляться и радоваться ключик вставим да и все ключик вставим бмв оригинал кстати ключик кто не знает они очень крепкие все и мы едем потихоньку потихоньку поехали да да тормоза есть заводится такое сегодня у нас экшен машина заводится оборвало сцепление саня говорит многие думают как легковой смотрите я на газ не давлю я на холостых трогаюсь то есть крутящего 440 сейчас я зеркало поправлю вам лучше будет видно вот тогда крутящий 440 мы на холостых спокойно тронулись когда кого-то просишь подтяните он а я боюсь я сломаю свою дорогую машину кто там говорил бх-7 мертвая бх-7 это ракета нашу то тарахтит грохочет там или это просто газон так работает то есть вообще никакой глобальной нагрузки нету ну да это если там гору где-то или по бездору там да там есть нагрузка там слышно вес машины ну люди даже женщины смотрят в шоке значит история про семерку про семерку которая у меня была в девяносто шестом тогда было далеко не бэха красивая была семерка с такой блестящей решеткой темно-синего цвета я думаю вы поняли про какую я говорю вас 2107 была такая у меня машина это кстати наверное были мои первые жигули кстати да до этого у меня были только москвичи ой кто знает киев кто знает авторынок перова торговал там фаркопами саша с харькова был у него 500 и масс который ездил каждую неделю с харькова потом он его уже оставлял в киеве потому что торговля была хуже точнее он загружал его большим количеством товара и вот он смотрите красавчик как идет большим количеством фаркопов ну и там ему раз в месяц надо было ездить он оставлял его возле троещинского рынка напротив есть парковочка там с автостоянка она нам кажется до сих пор есть это девяносто шестой год и была клумба вот там где сейчас простой перекресток обычные улицы где поворот значит спирова налево поворачиваем московскому мосту вот этот большой перекресток там была клумба и вот он звони говорит на клумбе и пома сломался говорю ну сейчас будем что-то делать сажусь свою бэху и бэху не бэху жигу семерку в общем чтоб долго не рассусоливать я его тащил семеркой жигулями тащил 500 и масс да ну там груза немного фаркопы не очень тяжелая их там не под крышу они были насыпаны то есть принципе вопросов не было но сцепление горела дымила я не скажу что было так же легко как сегодня но но мы тащили сейчас фоточек парочку ну что опять трогаемся смотрите вот холостые педали нога убрана просто мы отпускаем тормоз и начинаем ехать то есть никаких проблем можем ускориться ну просил пилот пилот газона просил быстро не ехать говорит потихоньку я принципе так и делаю кто когда-либо ездил на веревке знают как страшно сзади когда достаточно близко впереди идущий автомобиль у него вакуум работают тормоза работают то есть принципе ему не так страшно когда машина заглушена с неработающим вакуумом курс упал 27 75 продажа сегодня что там наш газон на месте то есть нет никаких проблем вот мы почти попали на зеленый вот так мы едем дотянул я тогда сашу семеркой я думаю звучит наверно неправдоподобно я честно говоря но у меня есть живые свидетели не один которые могут это подтвердить которые это видели своими глазами минимум два человека ну саню с харькова я давно не видел а серёга торгует до сих пор на перова фаркопами так что можете у него спросить кто кто его знает вот такая история у нас была к сожалению тогда камер хотя пленочные были уже пользовались мы снимали видео в те далекие годы позвонил суровому говорю выставлять студентов хоть снимите с улицы как это выглядит эпично из салона ну я думаю вам видно да сейчас покажу попробую буксир показать веревочка вот она видите она есть газон едет не сам это не постанова реальная жизнь саня позвонил говорит есть у тебя кто-то кто может помочь человека от дарницкого вокзала подтянуть ко мне ну там грузовая машина говорю какая грузовая машина ну там газон типа я уж так кто я могу какие вопросы вообще да ладно что-то он там пытался меня отговаривать или что-то там рассказывать что это невозможно что это очень сложно что он очень большой и тяжелая колеса же у него кругло если на квадратных до согласен было бы сложно на квадратных машинах очень сложно атак на обычных не сложно звать звоню видите говорю выходе контент снимешь себе stories аварю youtube этот инстаграм свой подымешь а он что-то там то я тут волгу разбираю что-то не могу бы на обратном пути выходи с ними обратный путь будет уже не такой интересный так что ты давай давай еще у тебя есть еще пару минут выскочить на дорогу давай вот это сейчас витя удивиться это думал он он только такое может мочить мы тоже можем и кстати масте нулим наверно кто-то скажет как ты семеркой же гулями мог тянуть масса семерка 1 и 5 было классический вариант умазать пневмо тормоза друзья он только остановился сломался не помню что сломалась прошло много очень лет 25 до 25 лет назад елки-палки в общем сломались тормоза не тормоза сломалась тоже то ли сцепление то ли что-то какая-то проблема была и он был пока с накачанными тормозами он звонит я не помню как он нас нашел тогда же телефонов не было а он приехал он приехал друзья приехал поймал машину на дороге просто и приехал говорит что делать как что куда я вот стою на клумбе ну и надо типа быстро потому что тормоза спустят и все и мы потом вообще говорит прозреем ну все мы прыгнули в семерку да было весело так ну сейчас витя снимет видео потом дальше суровый должен расставить студентов я могу ехать быстрее в принципе могу ехать значительно быстрее но я переживаю за пилота газона как он справится с управлением она уже видите тут машины люди ходят пешеходные переходы светофоры фармацептичная фирма дарница леворуч знаходится так это римбаза это жесткий район а слева это смотрите в каком состоянии находится это по поводу как государство управляет своими активами а т.п. смотрите вот этот уникальный автобусный парк я уже как-то показывал он есть в большой советской энциклопедии вот кто постарше те знают те знают и могут зайти у кого есть энциклопедия можно в интернете я думаю найти уникальный парк он такой летающая тарелка сделан опор нету только в середине опора автобусы по периметру стоят вокруг начало танкового завода вот мы сейчас проезжаем его тут беспредельная бетономешалка меня обогнала ну я сейчас я сейчас уже близко не не очку и контент тебе понравится это точно я тебе говорю сейчас еще наберу суровому построил ли он студентов одной рукой снимаю смотрите одной второй рукой набираю коленом рулю ну это нормальная ситуация я осторожно то есть не надо писать там что создаешь аварийную ситуацию ничего не создаю очень безопасно еду на небольшой скорости суровому набирают поставил ли он студентов в ряд так газон на месте не ничего не оторвалось финишная прямая почти мы доехали справа танковый завод который помогает нам поддерживать танковую дорогу в нормальном состоянии на танковую мы не поедем ну просто просто мы едем ведь она дороге а ведь она волга там в глубине этой жесткой промзоны ох он там отжигал свежие stories и видел подписывайтесь на его instagram у него как-то мало там подписчиков хотя он правда мало постов делает он в основном stories и снимает всем тем мусорам которые прессуют нас мопедистов которые делают на жизнь нашу жизнь в киеве лучше сервис быстрее доставку вашу проще о блин и что за херня бэха с бумера тащит газон ёлки-палки поеду за ними поеду за ними витя в шоке реально витя в шоке на мопеде вылетел на трассу сейчас загонять будет наверное на самом деле тут ну ничего такого нету не знаю но в принципе те кто не не привык к этому экшену для тех наверно удивительно это но для меня это обычная обычное мероприятие ничего особенно сложного и глобального нет я вам покажу температуру в быхе то есть температура как посередине стояла не на миллиметр она не сдвинулась что еще показать ничего все все нормально в общем проезжаем от бориспольскую 40 кто не знает где танково проезжайте бориспольскую 40 и с правой стороны сразу после забора начинается танковая дорога иногда видео спрашивают деваша танковая как на нее попасть а вот она давайте анонс делаю скоро будет выйдет очень очень шикарный ролик очень необычные автомобили на танковой ну как необычные обычные ну в смысле один очень обычный другой средней обычности и один просто у вас 469 кабрио шикарный будет ролик я думаю вы оцените так тут главное справа вот это небольшая сложность что у нас тут солярка чуть-чуть подорожала еще продолжают нас иметь по черному по черному нас имеют эти прекрасные люди но тут дешево тут дешево реально так а вот и танковая вот и танковая мы сейчас к саньке затащим там у него есть рядом и грузовая станция ну на самом деле мотор в этой машине значительно более мощный чем в этом газоне по крутящему по крутящему по крутящему моменту я думаю по всему и по лошадиным силам по кпд с 3 литров явно снято больше чем там газоне мотор большим объемом вот тут небольшой подъем мы на к там идем чуть-чуть я добавил газ ну не глобально обороты видите какие вообще небольшие это бх-7 е38 может тянуть газ 53 даже это не не 53 газ 3307 ну неважно аналог 50 53 просто более новой модели в лесу у нас строить начали дома уже не хватает земли в городе уже тупо лес осваивают смотрите тут уже пытаются у тротуар будут делать там уже часть сделали вот студенты меня снимают далее за с 965 продал неплохому человеку макс свою славу ту кто не знает ну наверно не знаете продал он ее на следующий день после того как мы ее завели макс любит все делать быстро а человек занимается рихтовкой покраской в общем восстанавливает машины которые не новые и потом их продает но которые там ударились устали сломались ну я ему вчера позвонил он говорит чтоб поможет нам с горбуном цену сказал 67 где-то 8 раз ниже чем предыдущий рихтовщик вот и суровый меня встречает где юра посмотри что происходит пойти глянь потом пропустишь все все газончик приехал на ремонт не дотянет не потянет на на холостых едет так все друзья все нормально спасли человека подписывайтесь делитесь экшена еще будет много были на оффроуде мы в субботу саня сказал что есть мотор на гран чироки в неплохом состоянии и вчера написал что действительно он есть что можно забрать стоит всего 500 долларов так что я думаю гран чироки скоро поедет вы главное ставьте лайки подписывайтесь делитесь канал конечно слабовато смотрят наш к сожалению не знаю ну там много факторов youtube но достаточно сложная там очень платформа алгоритмы очень непростые и не так все там просто однозначно витя в этом убедился ролик свете я думаю вы видели где он ведущий очень классно получилось но просмотров немного у макса кстати больше почти одновременно выложили ролик и там где мак заводит славу ту где мы с максом заводим может просто потому что мы вдвоем ну тут такое танковая может субботу поедем сюда не знаю на кордон кстати уже будут ребята скоро ехать ближайшие ближайшее время в этом году он чуть позже и запаски ну да через через выходные кордон будет теоретически мы еще успеваем но посмотрим не знаю даже что вам сказать по этому поводу в общем не забывайте колокольчик включите кстати большой процент подписчиков раньше колокольчика не было в ю тубе все время добавляются какие-то новые функции меняются алгоритмы вчера разговаривал с с партнеркой с одной из самых крупных они говорят то что работала полгода назад сейчас не работает ну такое так что вся надежда на вас всем пока до встречи